Клик-шоу! Катя Чили-групп. У вас гостя Катя Чили-групп. Вау! Представьте нам, пожалуйста, этих ребят. Екатерина Воглюбова вокалов, Стефан Завевалка, диджей, Тибетские чаши. У нас на концертах присутствуют также разные звери. Звери. Мориски. Волки. Стефан привозит их. Волки. И всем этим хором руководит Стефан. Стефан диджейки, Укротители. Укротители волков. Повелитель. Повелитель армии моллюсков. Хорошо, но тогда вот Алексей в таком вот белом костюме. Какова его роль? Мужчина в белом. Алексей Воголюбов. Это рояль и клавишная. Здорово. Ребята, скажите, первый вопрос, как добрались? Сначала мы начинали эфир, рассказывали, как у нас холодно в келье, как нас замело, снег. Мне кажется, в этот момент нам все перестали верить, потому что посмотрели на тебя, Катя. И ты пришла в одном платьице босиком. Как так? Марш. Серьезно? Ты занимаешься, ну, как это? Моржированием. Я занимаюсь бодибилдингом. Всегда горячая такая девушка. Да. Ну, это здорово. Ребят, расскажите, какие у вас вот новости в творческом плане. Чем сейчас живет Катя Чири Бэнд? Ну, у нас сейчас очень интересная программа, и мы выступаем и в Киеве, и в пределах Украины, конечно. Давно у нас был концерт в Симферополе. Совсем скоро у нас будет концерт в 44, в Киевском клубе 44, 5 апреля, в 10 часов вечера, поэтому приходите. Красиво. Ну, и волки вы заинтриговали. Я знаю, что в концерте в Симферополе использовали во время концерта ракушки, да, морские. Откуда такая идея, где вы набрали столько ракушек, и как это вообще происходило все? Они были просто на сцене, или... Это Стефан, наверное, тоже поставщик и этого. Поставщик и этого. Я знаю, что я заперевозить через границу, там таможни забирают. А у Алены сколько не пыталась, все забирали. Я сколько не пыталась, меня забирают. Как вам удалось? Ну, раковины, поющие ракушки, они используются в Азии, в таких сакральных действиях, в ритуальных действиях. То есть, эти ракушки поющие, они воспроизводят звук определенный, да, который настраивает человека, который слышит на восприятие такого более тонкого, что ли, аспекта жизни. Ну, ракушку же слышно, когда ее к кухлу подносишь. Ну, много ракушек. Я вот хотел взять с собой, да, что-то. Ну, это специальная технология, то есть, особый вид раковин, и они как бы подготавливаются. Не просто там ты берешь, да, то есть, там нужно сделать отверстие, и в него можно дуть, и она поет тогда. Ого, а я думала, что всем вы на концерте раздарите ракушку, все держит с одной стороны ухо, ракушку другой слушает Катю. Ну, просто такой инструмент, да, это не совсем музыкальный инструмент, это именно инструмент, который предназначен для того, чтобы провести ритуал, да, церемонию, и такой инструмент, ну, не дашь человеку незнакомому, то есть, это такой момент очень интимный, вот. Вот, поэтому у нас вот сейчас мы привезли из Индии недавно, и у нас каждый участник группы имеет такую раковину, они все разные, и такой получается хор. Что же вы ее не взяли, но знаю, что взяли и другие какие-то интересные зверей, моллюсков, волки, что-нибудь тоже. Ну, обязательно поговорим, мы загорели о концертах, хочется и вам, ребята, показать все-таки, как проходят концерты Катя Чили Бэнд. У нас сейчас есть возможность посмотреть видео, которое называется Бантик, это лайф-уступление. Давайте посмотрим вместе. Бантик. Бантик Лик show О-о-о-о-о! У нас в гостях группа Катя Чили Бэнд. И, друзья, я хотела бы спросить, что у вас осенью У вас осенью был очень необычный концерт, который происходил на Крыше. Расскажите, пожалуйста, вкратце о нем, и о том, который вы хотите сделать в поле. Ну или, может, и ещё у вас есть какие-то грандиозные идеи, расскажите, пожалуйста, о них. Концерт на крыше произошел, мы совершили съемку, мы с самого начала захотели прожить это ощущение сами, прожить и играть с дневной перспективой на город Киев и с ночной перспективой на город Киев. То есть это две части как-то? Две части. Первая половина концерта была Катя Чили Групп, потом был маленький антракт и вторая половина концерта была трио Алексея Бакалюбова. Музыка с перспективы на ночной город с ночными огнями. Мы создали атмосферу Карнеги Холл на крыше высотного здания в городе Киев. Реализация билетов шла через дружественную нам студию «Чайную белая сова». Мы изначально создали это мероприятие за одну ночь с обозначением числа, напечатали афиши, создали билеты, дали рекламу и лишь потом договаривались за звук, за свет, за рояль, за посадочные места, за эстетику, за саму крышу. И за все технические моменты. То есть мы просто создали себе пространство, чтобы отступать было некуда, но чтобы реализовать свою мечту. Нюанс. Если хотите получить счастье, звоните по телефону. Это вообще тоже очень нестандартный подход к анонсу концерта. То есть как на это реагировали ваши слушатели? Все ли понимали, о чем идет речь, звоня по телефону? Ну, как-то так получается, что наши случаи, наши слушатели, все понимают, о чем речь. Вот. А я еще хотела анонсировать несколько событий, которые мы планируем. Очень хочется нам создать концерт в поле. Также первая половина концерта, очень большое вдохновение родилось от, когда мы занимались светом, от одного светительного прибора, который напоминает собой полную луну. Это огромный гелевый шар, который подсвечивается изнутри, запускается в небо и дает освещение очень сильной полной луны. Такое ощущение, как у Ромео Джульетти. Ну, это, наверное, будет уже летом. Да, потому что сейчас очень холодно. Да, это будет в теплое время, но большее количество людей. Первая половина концерта, очень хочется, чтобы тоже была группа Катя Щили. Вторая половина концерта, очень хотелось бы, чтобы каждый из участников нашего коллектива представил свой проект, потому что каждый из нас это отдельная, огромная, полноценная вселенная, и просто люди даже не знают, что такая музыка существует. И это будет один трек, не ограниченный ни форматом, ни временем. Это просто будет представление того проекта, который каждый сам хочет сказать, поделиться людям. И также очень хочется воплотить концерт в оперном театре. Ту программу, которую мы имеем на момент сейчас, у нас уже это происходит. То есть низкий спектр у нас расширяется на ощущение трип-хоп. Трип-хоп, это роман бэст, который у нас уже есть. И верхние, скажем так, верхние, скажем так, верха у нас расширяются в то же самое. То есть ядро — это наша музыка, а верх — это скрипичная секция. Причем такое звукоизвлечение, как у китайского струнного оркестра. То есть вы постоянно что-то добавляете новое, постоянно что-то экспериментируете с чем-то, правильно? Ну, мне кажется, что это нормально. Ну и результаты, конечно, мне кажется, что для нас открыты. Если мы будем в таком качестве работать, с таким вдохновением, то такие залы, как Carnegie Hall, либо Albert Hall, они, мне кажется, что по качеству нам соответствуют. Что-то новое у нас будет тоже в следующей студии. У нас будет возможность это послушать только после клипа «Force the people». У нас в гостях Катя Чили Групп, две студии. Ребята, мы говорили о том, что вы ищете новые звуки, о том, как вы играете, что вы играете. И сейчас вы сыграете нам, наконец-то. Расскажите, какую песню и что это за песня. Если кто-то хочет, конечно. Песня «Ты месяц». Да. Нет? Это народная песня. Народная. Украинская народная песня. Ну ладно, если кто-то хочет говорить, давайте спеть. Катя Чили, в принципе, одна из первых, она одна из первых, кто соединила какой-то украинский, я не знаю, мелос, да, с электронным вообще звучанием. И поэтому сейчас мы еще раз в этом убедимся и насладимся, я думаю. В древние времена. Даже появился новый термин «слав-саун», то есть славянский саун. И Катя Чили называет ее, как бы, родоначальником, мать ее основательницу этого стиля, славянский саун. Бессмертная. Бессмертная, конечно. И всегда молодая. Бессмертная мать основательницы. И всегда молодая. Что ж, ребята, давайте отдаем вам сцену, отдаем вам микрофончики. «Ты месяц». Бессмертная, конечно. Бессмертная, конечно. Бессмертной, конечно. И 변H6. Бессмертной, 몇gang. Бессмертная, именно нужно поды thoughts. Бессмертная, bitte με offs сет à себя, где quasi содержит имя. Бессмертная,η мониторно. Вер Arts. Бессмертная, конечно. Бессмертная. Бессмертная". Бессмертная, генер explore ca道 Ты месяц, я зерунька юный. 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 Я зерунька юный. Ты месяц, я зерунька юный. Я зерунька юный. Ты месяц, я зерунька юный. У меня есть подружка юный. Мы с ней разговаривали по этому поводу, потому что она в кругу своих друзей обсуждала наш концерт. У Стёпы связь была с Марсом на прошлом концерте, Лёша, когда играет, он именно такое наслаждение получает, что он наслаждается. Она говорит, а что у тебя происходит, какие процессы у тебя происходят. Я понимаю, что у меня происходят два только момента. Я замечаю себя, когда моё горло или моё тело начинает создавать препятствия. Это я замечаю. А когда происходит, даже никому получает наслаждение, потому что я не знаю в этот момент, кто я. В этот момент просто ничего не препятствует тому, что происходит. И мне ничего не мешает. Я даже не знаю, как это можно объяснить. Я могу сказать, что я всё, но скорее я могу сказать даже, что я не ощущаю себя, то есть меня нет. Но я точно знаю, что это целостно и что это происходит. В конце выступления я заметила, что некоторые слова были не на украинском языке. Нет, 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 помимо этого. Это тоже ты не знаешь, что было из тебя или это какой-то определённый язык? Ну, голос же это тоже инструмент. Просто если пианист, он играет сердцем и руками. Тот человек, который играет на дудуке, либо на тибетских чашах, он тоже играет сердцем и руками. То тот человек, который поёт, либо извергает звук, он играет сердцем и кишками. И эти кишки являются точно таким же инструментом. То есть я есть дудочка. Просто иное устройство. Ясно. Очень интересно. Ясно. Серьёзно. Ребята, все, кто хочет попасть на концерт, напоминаем, что Катя Чири группа выступает в Киеве в клубе 44. Поэтому приглашаем вас туда. Ну и, если можно, пожелание какой-то нашим зрителям от вас. Ну, если не хотите, то не надо. Может, Лёша хочет сказать всё-таки не зря, что я костюм одевал такой красивый. Ну, я желаю всем, чтобы все люди имели силу и возможности всегда, чтобы то, что они делают, от этого получать удовольствие. Удовольствие. Спасибо большое. И мы вам желаем тоже получать от всего удовольствия и всего вам хорошего. Спасибо. Это Клик Шоу. У нас в гостях была Катя Чири группа. У нас в гостях была Катя Чири группа.